Отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Мы не можем оспаривать эти слова. Почему они так сказали? Обычно так не говорят люди. Ну погиб и погиб, закон приговорил, при чем тут дети, да еще и кровь его на нас. А это в обычае евреев было, мы сейчас посмотрим по разным местам Писания. То есть это высшая клятва, что если что-то не так, я и с детьми клянусь, пусть дети мои погибнут. На это шли. То есть мы согласны, что если это царь, пусть наши дети будут наказаны. И вот Иоанн Златоуст тщательно разбирает это слово. Я никогда об этом не думал. Ну сказали, да и сказали. И говорят, за что гнал Гитлер евреев? За что Сталин устроил такую рубиловку им, делал врачей все-таки. А вот за то, что они сказали, кровь его на нас и на детях наших. Ну можно сомневаться, говорили они или нет. На Евангелии говорит, говорили. А дальше, а какое я отношение имею? Как сейчас говорят, за дом Романова дали клятву, за все. Ну тебе дядь дали клятву, пусть отвечает, а я при чем? Сын-то за отца не отвечает. При чем я? И вот Священное Писание нам показывает на кровь. А вообще о крови людей спросить, что ты знаешь о крови? Как будто все знаешь, а спортишь, ничего и не знает. Ну кровь трудно отмывается. Где кровь пролита, надо разной химией применять. А еще что? Ну кровь за кровь. Это у стоймам так есть, у евреев. Боже это не знает. Самое главное, что две тысячи лет назад была пролита кровь на Голгофе. И этой кровью, кровью возрождается души две тысячи лет. Кровью. Вот представьте, что в кабинетах сидят следователи. Ты вот допрашивал христиан, да допрашивал. Ну и почему они тайно начали собираться? Тайно начали собираться. Что-то нечисто за ними. Я тоже так думаю. И что они там делают? Ну некоторые пытки не выдерживали и говорили. А мы там кровь пьем. Кровь пьете? А вот вы значит делали. А ведь на самом-то деле, ну можно было бы это как-то убрать-то. Гонение-то смертельное было именно за это, что они убивают младенцев. А почему? А так и было показано в видении. Священник видел службу, и в это время заколается армия. Младенец заколается, и кровь из него берется. Основание это было подано очень сильным. Но никакой поправки не внесли. Так все и осталось. И все гонители ушли в небытие, а мы так причащаемся тело и в крови Христа. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Крови Его смыты мои беззакония и преступления. Кровь. Религия крови. Никогда, нигде этого не было. Как это? На крови. А кровь христиан есть всякое христианство. Вот сегодня нигде не гонят, и прибыли никакой нету. Стало все засыхать. Нельзя об этом говорить. Страшно. Но получается по смыслу. Гонения нужны. Грома нет, дождя нет. Ничего нет. Кровь христиан, семя христианства. Сама без семьи, это ничего, я на стену. Просить не надо. Просто констатирую факт. Иисус Новин 2,19. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего, Бога, того кровь на голове его, и кто будет с тобой в твоем доме, того кровь на голове нашей. Если ща рука коснется его. Эта речь шла о доме Раае, готовилась к наступлению на город Ирихон, и сказано было о составе родственников, чтобы ни один не выходил. Он выйдет кровь его на нем. Но здесь речь шла даже и о детях. Считать, что за это гонение, нет. А это все-таки легло на тех, которые сегодня его не принимает, нам братаос говорит. И рассуждение очень сильное. Когда люди согрешали, отступали от Бога, евреев, Бог посылал их на них казни, 20-30 лет в плену. А в то время было 400 лет, когда златооз был. И он говорил, 400 лет. Какой вы грех могли сделать? Там, 400 лет назад. Пророков не убивали. Видно? Не строили. Но история говорит. Ну за что вас Бог развеял по миру, и вы не можете собраться? 400 лет. А сейчас уже 2000 лет. Значит, вы убили не пророка. Значит, вы не книгу какую-то уничтожили, не идолов построили. Вы отреклись от создателя Мессии, который пришел, и вы посягнули, как богоубийца на самого Бога, на Бога-человека. Судя по наказанию, это далеко понять, результат-то какой. Ты не просто выдернул где-то щищенку какую-то, а из плотины выдернул. А дальше начала вода просачиваться, и все. Одно дело, где-то ты дома там, в кучу дров взял. Другое дело, когда это сдерживало плотину. Грех сдерживался с чем-то. А вот теперь все было распаковано. Грех явно вышел наружу. Евреи остались без защиты. И весь мир ополчился на них. Как и на христиан. Но христианцы это распространилось, они по-прежнему стоят 13 миллионов. Он так, что их не ведет. И храм не могут построить. Иезекииль 23-37. Ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их. Если бы убивали, а то прелюбодействовали. Прелюбодействие означает измена. Измена Богу. Бог нас уневестил себе. В крещении священник три раза спрашивает, сосчитываешься ли? Ответили, да, сосчитываюсь. А потом еще три раза спрашивает, сосчитывался ли? То есть факт бракосочетания. Признаешься святелем, да. Ты веришь, что Христос твой жених? Конечно. Ты веришь, что теперь твоя душа жена его? Да, сосчитывался. Вот что означает. А когда измена идет Христу, люди живут не по заповедям Божьим. Кровь на руках их. Это измена. Почему? А смерть твоя? Смерть кому соблазн подал. Мы далеко не хотим рассуждать, а надо увидеть. При любое деянии нет крови. Почему он говорит, кровь на руках их? А потому что за измены всегда следует смерть. Второзаконие 24.16. Отцы не должны быть наказаны смертью за детей. И дети не должны быть наказаны смертью за отцов. Каждый должен быть наказан смертью за свое преступление. Я говорю о смерти, о преступлении и о крови. Господь нам сегодня указывает на наш грех. Но мы вспоминаем, как наши прародители подвели вот к этому. У кого из наших дедов было Евангелие в доме? На понятном русском языке. У нас не было. А златоуста бабушка дед считал наш. Второго, видимо, ничего не было. Я его не захватил. Сектанты могут показать. Но они же сектанты. Вот он-то и делал. Не будут ли они для нас цариться с рабской обречением, Господи Божьим? Это тоже не надо сосчитал в стиду. Люди, которые сектантами были, они говорят, а я слышала, мама мне, говорит, читала Библию, повторяла, они так и поют, повторяла мне она. Книга там от Бога дана. У нас этого не было. Псалтырь был, часовник был, когда дети рождаются, как называть. И мы несем пострамбление еще за отцов своих. Ефесянам 6.4. И вы, отцы, не раздражайте детей ваши, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Почему? Иначе за кровь детей придется отвечать. Мы говорим, кровь детей на нас. А при чем? Потому что невоспитанные. Бог спросит за каждого. У меня, который здесь есть, с меня будет спрос. Который в твоем доме, с тебя. Не жалейте детей рано поднимать? Иоанн Фатауз говорит так. Ты ночью понеми его хотя бы раз. Прочитай 2-3 молитвы, пусть и короткие. Если не сейчас, то когда? И ответа никакого нет. Ты сейчас заложи в него. Если мусульманку ей 3,5 года спрашивают, кто такие евреи, и она отвечает, обезьяны и свиньи, значит, в нее это уже вложили. Ненависть вложили, а любовь. В детей нужно вложить любовь в Бог, в готовность умереть. Говорить надо чаще о смерти. Ты смертный. Почему детей нужно брать с собой, где похороны идут? А взрослым очень важно быть там, где судилища, где казни были, как вот в Китае. Чтобы ты своими глазами видел и примерял к себе. От тюрьмы до отцовы не зарекайся. Ребенку показывай на то, что в мире происходит. Притом это каждый день. Мы так кромко идем, слышим, что там ребятишки погибли, там полетели дети отдыхать в Испанию. Сразу 130 детей, ни один не вернулся. Уже никогда их никто не увидит. Какие последствия? И тебе дай ребенку понять, скажи, это могла быть ты. И с чем ты пристанешь пред Господом? Пустите детей, пустить детей можно, но они куда подойдут? Их ко Христу надо, надо о Христе рассказать. Иначе кровь детей погибших будет на нас. Колоссином 3.21. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Чем отцы раздражают своих детей? Шрезмерной требовательностью какой-то. Суровостью. Приходит отец, нетрезвый, дети прячутся. Не раздражайте детей. Раздражение идет, когда несправедливо. Я говорю, вчера мне звонят, и ее бабка уже напросила. Я его больше всех наказывал. Он чемпион был по наказаниям. И баба во первом деле спросила, тебя несправедливо наказывали? Нет, нигде. И попросил телефон, и говорит, я благодарю, что меня наказывали, а несправедливо меня не наказывали. Это все по телефону уже сказал. То есть мы сумели это распечатать в ребенке. Это только было начало. Он со сверноскловил на хугольном поле, потом бросился, прибежал в келью, и затрелся. Я опять вырубался, я не знаю, что... Это бездемный человек. Тебе надо молиться. То есть мы стронули только то, чтобы он увидел, что ты не сам это делаешь. И руки твои бьют кого-то. И язык, говорит скверно, это одержимость бесовская. Ребенок должен понимать, что вокруг его демонические полщища. Он под защитой Божией. Без благословения не выходить ребенка за порог. Благослови, чтобы родители непрерывно обращались за благословением. Я просто вчера вечером был потрясен этим. Я ничего этого не ожидал. Ну отдал, да еще сказал, слава Богу, теперь нам полегче будет. Ага, за там пошла работа. Деяние 5.28. Не запретили ли мы вам накрепко учить Айбиме и Сем? И вот вы наполнили его. Услови мучением вашим. Вы хотите навести на нас кровь того человека. Это евреи говорили на апостол. И Антонус говорит, да как вы же кричали, что кровь его на нас и на детях наших. А что вы тут испугались этой крови-то? То есть внутренне в человеке, в душах, она говорит, это не просто так против Христа что-то делать. Не принимать Христа сегодня, не идти по ущению Христа, это означает против Христа. Против Христа это уничтожать его, бить, проливать кровь, и кровь его на нас и на детях наших. Тут просто явно не видно уже. Поэтому выхода никакого у нас нет. Только один. Уцепиться за резу Христа и детей к этому приучить. Благословение Господне, да будьте с нами. 1 Иоанн 1,7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Я бесчисленное число раз обращался к этому стиху, и он у нас в трапезной, в варнауле висит. И опять нахожу новое здесь. Что мы ходим во свете, не просто во свете, а как Он во свете. А Он ходил во свете лица Отца Своего Небесного. Ходить во свете, ничего не прятать. Вот приезжают у нас даже родственники. Я говорю, батюшка, ты хоть узнал, где работают? Да нет, говорит, три слова скажешь, даже беседовать не хочется. Все что-то таяться, таяться. Открытости нет. Понадрительность. Амбратаул говорит, ничто так не разлучает, как понадрительность. Ну, мы верующие все, я тебя спросил, где ты работаешь? Что ты в этом, какой подтекст-то видишь? Да почему просто не ответить-то? А зачем тебе это надо? Купил какую-то вещь, я тоже хочу приобрести это. Спросил, а за сколько ты купил? А какое тебе дело? Хулиганы. Верующий-то человек так не отвечает. Он всегда перед лицом Божьим, и он отвечает там-то. Но там еще есть, а еще может быть. Надо как малые дети поступать. А как малые дети? А дети малые, они открытые. Как они однажды рассказывают на базаре. Не продал яблоки, целый мешок. Постал домой нести. Решил по мешоку продать. И дешево не берут. Подходят покупать, и надо отвечать. Сколько? Говорят, да, ну бери, мне домой надо уже ехать. Вот посмотрел, у него такие яблоки хорошие, да, отошел. Что-то не лагу. Второй, третий, он выйдет еще, две-три бетишки играют. Машенька подознал, Ваня, иди сюда. Тебе яблокину женатом. Бери. Он тут же набрал, в рубашку завернул так. А можно я поберу, Машку позову? Можно. А та побежала Люрку. Налетели, мига мешок опростали. И я взял на себя пример. Будьте как дети. Нам трудно поверить, что Бог нам все дает даром. Даром. Он не сказал, идите в пустыню, подвязайтесь, крях ногами скойте, не ешьте, кроме одного корешка 70 дней. Ничего этого нет. Это люди придумали. Нормально питайся, воздерживайся, соберешь посты. Но самое главное, доверишься Господу. Господь любит тебя. И тогда, когда мы ходим во свете лица Божия, мы имеем общение друг с другом. Мы не ограничиваем общение свое семейным планом. А вот, родственники, придем, кто-то еще кого-то пообсуждаем. Но самое главное, общение на духовном уровне. А чем тебя Бог наделил? Какие-нибудь тайные открытия? А что ты сегодня считал? И поделитесь. Вот мы начинаем с детьми обсуждать такой фильм. Бывает, ребенок самый смысл ухватывает. А бывает, он только видит внешние движения, кто высунул, кто упал. Приучите детей мыслить иными категориями. Для чего вообще этот фильм режиссер поставил? А почему именно вот так там говорят? А теперь переносите на себя. Мы ходим во свете лица, и мы имеем общение друг с другом. Мы должны ощущать недостаток общения. Пишите письма, звоните, разговаривайте. И обязательно покажите человеку, как нас любит Господь. Научитесь хвалиться. Хвалящийся хвалить Господом, что знает Его. Бог побуждает хвалиться. Когда в последний раз я хвалился моим Господом? Что Он дал мне веру святую и православную, спасительную. Откровение. Первая глава. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов, нашей кровью своей, слава, честь и поклонение. Омывшему кровью. Кровью может запачкаться только, а не омыться. Христианство вело новый оборот вещей. Омытие кровью. И это было в руках следователей. В руках тех, которые христиан приговаривали к смерти. Вы видите, чем они омываются? Кровью. Ну вы видели, Евгений, чтобы люди кровью омывались? Да нет, от крови омывается. Значит, для них кровь, пить, омываться, это нормальное явление. Какие изверги живут в государстве? И издали закон. Кто встретит христианина, христианку, никуда не надо везти. Что у тебя из коромысла, ведро, нож, веревка? Хватай и убивай его. Половина имения его, когда найдем чей, тебе половину государства. Наконец вышел такой закон. За что? За кровью. Все исчезло. А кровь христиан на односелье христианства. И император Константин объявил религию христианской, государственной. И наконец до нас это весь достигло. Откровение 5.9. Кровью своею искупил нас Богу из всякого языка, колено и племени. Мы в грехе. Сатана нами обладает. Мы пленники греха. Является сын Божий. Ему надо нас выкупить. Сатана затребовал огромную цену за каждого. Вот когда Тарас Григорий Шевченко, поэт, писал стихи и увидели, какой огромный талант, а он крепостой, то писатели, поэты, собрали огромную сумму денег, чтобы выкупить его. А тот понял, что можно на этом нажиться. И сатана затребовал крови. И не просто крови. И тогда за всех нас, кровью своей, заплатил Господь наш Иисус Христос. Написано, искупил, выкупил. И когда люди не знают нас, а почему ты так поступаешь? Ты ответь, я не могу по-другому поступать, участвовать вместе с вами, потому что я куплен Моим Господом. Я его наследие. За меня заплачена страшная цена. Вы считали в книгах, когда платит человек за раба, выкупает его, как он рад служить новому Господину. Мы выкуплены. Нас не тянет ни пьянство, ни все эти разные грехи делает, что люди... Это из рабства греха он нас вывел. Из рабства злоба. Мы легко идем на примирение. Мы с радостью благодарим Бога за скорби, за страдания. Почему? А мы его на достояние. Ты кто? Христианин. Знаете, с каким это надо поразносить наслаждением? За это имя, чтобы мы назывались Христовым именем, заплачена кровь Христа. И Он отдал не просто каплю крови, а всю, до последней капли крови. И Он умер за нас. И поэтому на меньшее в нашем отношении ко Христу Бог не согласен. И мы должны приготовиться. Не просто веровать, но и страдать. И не просто страдать, а и умереть и быть готовыми за Него. Аминь.